Добрый день, уважаемые любители шахмат. В этом видео мы поговорим про точность на чемпионатах мира по блицу, начиная с 2014 года. Почему именно с этого года, если брать предыдущие все турниры, например, возьмем 2013 год, то увидим, что, во-первых, победил Лек Ван Лем, во-вторых, не очень сильный состав, 30 туров. Фактически, начиная с 2014 года, произошла определенная унификация чемпионата мира по блицу. Начала проводиться швейцарка, 21 тур, и фактически сначала это было в середине хода, затем сместилось под конец года. И можно назвать этот турнир традиционным. В данную статистику будут попадать те игроки, которые смогли из 21 рейтинговой партии набрать как минимум 14 очков. Потому что 14 очков это 2 третьих, или 66,6%. Итак, если говорить по датам, то в 2014 году победу праздновал Магнус Карлсон, второе место Накамура, и не помнящий третий экс-чемпион Лек Ван Ле. В 2015 году победу неожиданно одержал Грищук, второе, третье место Крамник Вашилла Граф, четвертое, пятое, не помнящий Иванчук, Карлсон не очень хорошо выступил, и лишь 6-8 место с Свидлером и Наварой. Обратите внимание, что везде 21 партия при обсчете, так что скорее всего те результаты, которые я называю, они соответствуют действительности. Далее, в 2016 году здесь победил Карякин, потому что, несмотря на то, что одинаковый результат с Карлсоном по 16,5 очков, Карякин смог победить Карлсона в личной встрече. 14,5 очков, делюш третьего, четвертого, Дубов Накамура и Грищук, делюш третьего, пятого, 14 очков и чистое, шестое, Вашилла Граф. 2017 год, здесь Карлсон выиграл, уверенно, 16 очков, Карякин, Анант, второе, третье место, не знаю кто какое, 14,5 очков, Аронян и Ванхау, по 14 очков. 2018 год, победа Карлсона, 17 очков, неожиданно второе место занял Дуда, 16,5 очков, третье место, Накамура, 14,5 очков, дележ большой, не призового места, не помнящий Свидлер, Аронян и Карякин, по 14 очков. Ну и чемпионат мира, самый последний, в прошлом году, из-за эпидемии коронавируса, он не проводился, в конец 2019 года, победа Карлсона, здесь, обратите внимание, 23 партии, потому что был тайбрейк, на самом деле Карлсон и Накамура набрали одинаковое количество очков, по 16,5, и в тайбрейке Карлсон выиграл 1,5 на пол. Далее, третье место, Крамник, 15, Грещук, Вашьелла Граф, поделили 4,5 по 14 очков. В целом, конечно, можно было брать для учета других игроков, но мы понимаем, что если человек набирает много очков, и действительно 14 это очень большое число, то это действительно высокий уровень игры в Блиц. Ну и давайте посмотрим на результаты. Конечно же, все было, все партии были рассмотрены программой PGA NSPY, движком Stockfish 11, видите данные параметры, они у меня стандартные. И давайте посмотрим результаты, а также сделаем выводы по этому поводу. Итак, первый чемпионат мира из наших, это 2014 год, Карлсон победил, и также мне в комментарии написали, что неплохо бы посмотреть на параметр CP loss mid, ну окей, действительно интересный параметр, я, правда, не понимал раньше, что обозначает вот это число. Обратите внимание, вот эти вот цифры мне казались странными, что это за отклонение в 43, но затем я понял, что, видимо, из этого числа надо извлечь квадратный корень, и это будет отклонение в две стороны. Если 43, то где-то 6,5, плюс-минус 6,5, то есть 17, плюс-минус 6,5 в хороших партиях будет меньше 10, в плохих чуть больше 23. Ну и, конечно же, отклонение есть везде, я об этом не напоминаю, но плюс-минус 2% это нормально. для такого количества партий. Итак, цифры показывают, что в данном чемпионате мира Карсон выступил на порядок лучше других, об этом говорит цифра потерянных сантепешек, или, конечно же, очень важный параметр потери больше, чем одна пешка. Ну, обратите внимание на интересную вещь, процент Карсона, он намного меньше, чем 60. 57, примерно такой же у Накамуры, и у Леканлема почти 60. Забегая вперед, скажу, что ни у кого не будет показателей 60% и выше. Это очень важно для наших следующих расследований. Далее, конечно, я обращал внимание на технику. Техника, конечно, чуть хуже, чем всегда. Защита даже вблизь бывает на высоком уровне, что демонстрирует пример Яна Непомнящего. Но в целом нужно отметить, что эти показатели, они очень сильно могут изменяться от турнира к турниру. Следующий чемпионат мира. И обратите внимание, что показания Грищука, который победил в данном турнире, не являются лучшими. Во-первых, у него всего лишь 50% и потери с антипешек больше, чем 20. Если говорить про второе место Крамника, то его точность была лучше, потому что он набрал на полочка меньше, но обратите внимание на все показатели. И это как раз говорит о том, что в Блиц на чемпионате мира играют люди, и у каждого свой стиль игры. У Грищука более агрессивный, чем у Крамника. Крамник много нечих делает, и поэтому у него такая точность. Но, тем не менее, оказалось, что у Башьего Графа точность еще выше. Обратите внимание, что он фактически не совершал грубых ошибок. 2,59 это очень маленькая цифра. Но давайте поговорим об этой цифре в самом классе. Также в этом чемпионате мира выделился Ян Непомнящий, потому что он показал абсолютно ужасную точность. Тем не менее, это дало ему возможность поделить четвертое и пятое место. Обратите внимание, что даже если сравнивать с Иванчуком, то Иванчук играл намного качественнее. Карлсон в этом турнире, можно сказать, провалился, но по факту его цифры не очень плохие. Обратите внимание, что 23 потерянных с антипешки. Свидлер сыграл примерно на том же уровне. И Навара тоже чудом, можно сказать, попал сюда. Потому что действительно, восьмое место это хороший результат, но точность очень низкая. Далее, 2016 год. И здесь мы видим, что у Корякина показания намного хуже, чем показания Карсона. Карсон этот чемпионат мира провел на высоком уровне, но поражение в личной встрече принесло победу в турнире Корякину. Хорошо выступил Дубов. Обратите внимание, что у него почти преодолена планка меньше, чем 20. Но в целом, обратите внимание, что в данную планку мало кто побивает. Карсон в первом турнире 17. Во втором турнире только Вашьелла Граф. В третьем турнире только Карлса. Далее, Накамура сыграл нормально. Грищук, кстати, в этом турнире, я забыл про него, он тоже продемонстрировал точность намного лучше, чем в предыдущем. Но не стал уже чемпионом мира, набрал намного меньше очков. Так бывает. И точность Вашьелла Графа по сравнению с предыдущим турниром она хуже. Но, тем не менее, показатели на высоком уровне. 2017 год. Обратите внимание, что здесь у Ананда и у Ван Хао вообще замечательные показатели. Но, если говорить про показатели точности, то они лучшие тоже у Ван Хао. В целом, тут надо понимать, конечно, что такие показатели могут быть у игроков, которые хорошая дебютная подготовка и их партии не продлились достаточное количество времени. Мало ходов было сделано. Обратите внимание, у Ван Хао 473, у Карлса на целых 605 ходов. Естественно, за счет этого точность падает. Также надо отметить хорошую цифру Араняна в 3%. Если говорить про следующий чемпионат мира, то Карлсон уверенно победил. И здесь у него почти 57% точности. Такая же примерно точность у Араняна и Карякина. Но, если сравнивать зевки, то по зевкам у Карлсона чуть лучше. Вот так вот интересно тоже, что Карлсон оторвался вроде бы на 3,5 очка. Но показатели очень похожи на самом деле у этих трех игроков. Карлсона, Араняна и Карякина. Ну и если меньше 20, то это Карлсон, Накамура неожиданно. До него это действительно достижение. Обычно у него показатели намного выше, Араняна и Карякина. Далее, 2019 год, в котором Карлсон поделил место с Накамурой. Я, кстати, делал обзор видео, только я по другой методике делал, по Ческомовскому капсу. Здесь все подтверждается. По поводу Карлсона Накамуры, у Карлсона точность намного выше, чем у Накамуры, потому что очень мало грубых зевков. Но надо отметить, что выступление Крамника соизмеримо. И тут даже пардокс. Крамник терял меньше сантиметра. Как это можно объяснить сразу же? Посмотрим результаты для Карлсона. И здесь увидим, что больше 200 сантиметра. 5 ходов и даже 3 хода больше, чем 500. Это нормально зевать в Блиц. Никто об этом не спорит. И если мы возьмем Крамника, то мы увидим, что он не зевал больше, чем на 5 сантиметра. Вследствие этого, его показатель 17 лучше, чем у Карлсона. Но мы должны понимать, конечно, что грубые зевки это действительно очень плохо. Но в целом, показатели от 25-100 сантиметра они более важны, чем цифры. Но тем не менее, это впечатляет, что Крамник, а также Грещук и Ващилограф все они смогли преодолеть эту планку. Но в целом их точность хуже, чем точность Карлсона. Ну и подведем в целом итог. Карлсон, он самый стабильный игрок. Обратите внимание, что он постоянно первый, кроме 2015 года. Либо дележ первого, либо первый. И он постоянно показывает замечательные цифры. Давайте просто обращать внимание на цифру без потерь сантиметра. 57. Дальше тут 56. Тоже нельзя назвать это провальным выступлением. 57. 53. Худший результат на самом деле по этому параметру. Далее 56.7. И в 2019, извините, самое лучшее выступление. 58%. Но это далеко не 60%. Давайте напомним. Матчи на первенство мира и другая статистика. То есть в классику, конечно, у Карлсона намного выше процент. Он, начиная с 2008 года, стабильно набирает больше 60%. Ну, также можно сравнить Крамника, потому что он набирает больше 60%, начиная с 2001 года. И, спойлер, конечно же, сравнение не получится, потому что Крамник набирает здесь 54%. Здесь не попадал. В 2017 тоже не попадал. Тут тоже не попал. И вот тут 54%. То есть делаем вывод, что по этому показателю все будет на порядок ниже. То есть 58-59 это какой-то потолок. Причем вы можете, конечно, сказать, ну, там же были неудачные партии, можно отбросить поражение и ничьи. И здесь будет забавная вещь. Потому что если мы, давайте просто сравнивать каждую цифру, будем отбрасывать это, то точность не будет повышаться. Обратите внимание. Здесь стало 53%. Она понизилась. То есть если мы включим ничьи, то она повысится. И будет составлять примерно те же самые цифры. 57%. То есть одну партию проиграл, но она особо не влияет на статистику. И я сделал такое исследование до Карсона каждый год. Не работает это. Никак 60% скажем, не натягивается Савана Глобус. Единственное, что удается сделать, это Леквен Лема. Убрать его поражение 2014 года. И после этого, действительно, если мы это сделаем, то увидим точность чуть больше 60%. Потому что, видите, 16 партий и 21. Всего, то есть 5 поражений убрали. И действительно получилась цифра больше 60%. Так что подводим и то, что даже при игре лучших шахматистов мира, в Блиц, они не могут играть на 60% и выше. Это первый вывод. Второй вывод относительно грубых зевков в неопределенных позициях. Они всегда будут, обратите внимание, у Карсона 3,5. это, скажем, хороший результат. Потому что обычно где-то 5%, как в этом году, было дальше. Почему он плохо сыграл? Потому что 5% было почти у всех плохие цифры, вообще, в графе 2,5. Далее, здесь, кажется, хороший показатель 2,28. У всех намного больше. 3,4%. Надо сказать, что в 2016 году достаточно хорошо все выступили. Учитывая количество грубых зевков. Далее, тут Карсон выступил не очень хорошо, но здесь лучше всех аронян. Но все равно это 2,5%. И здесь тоже 4%. Почти у всех подобное количество зевков. Ну и последнее, да, Карсон сыграл очень хорошо. Грищук тоже неплохо. Почти не зевал. Так что какой небольшой можно вывод сделать из-за данного исследования. Первое, Карсон лучший игрок в мире, поэтому следующие исследования точности будут на партиях Карсонов Блиц, потому что это долгосрочный интервал в 21 партию, как он играет на краткосрочном интервале. Может ли он взять 60% или может ли точность быть 1%, может быть даже ниже. Это хороший вопрос. И второе, то что конечно же играют в Блиц игроки намного хуже, чем в Классику. Поэтому нормальным методом сравнения является сравнение партии героев в Классику с партиями в Блиц. И сразу может возникать парадокс. Если человек играет в Блиц по 3 минуты, иногда даже без добавления, сейчас мы все разбираем с добавлением, намного лучше, чем в Классику. Как это объяснить, кроме как из-под зоника? Внешней помощи объяснения не может быть. На этом все. Спасибо за внимание. В следующий раз мы рассмотрим подробно Карлсона Блиц в разных турнирах. До новых встреч.